Внешне, ничего не надо, изменить очки. Мы равномерно не бриты, поэтому причёс, можем не причёс. Я не бритый? Я. Очки, может, если будет... Добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня у нас очередная встреча в программе Booking, и я хочу вам представить культуролога, писателя Александра Люсова. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, спасибо. Но прежде чем мы начнём нашу сегодняшнюю беседу, я хочу сделать небольшое объявление по просьбе Союза литераторов России. Дело в том, что завтра в 29-м номере литературной газеты, на 6-й её странице, выйдет статья руководства Союза литераторов России под названием «Между красным и белым». В этой статье руководство Союза литераторов позиционирует себя как духовных наследников Блока и Гумилёва. Советую всем прочитать. Это у нас нечто новое. До этого такое позиционирование, гласное и официальное, ещё не наблюдалось. Ну а теперь мы перейдём к нашей веселье. Я рад вас видеть. Спасибо. Очень давно симпатизирую вашей деятельности в области культуры. И знакомясь с вашей деятельностью, ещё когда я пытался опубликовать одну из ваших статей в журнале «Черновик» американском, где она не была принята по той причине, что главный редактор посчитал вас философом, в чём я, собственно говоря, не вижу никакого преступления. И мне кажется, что философы тоже имеют право на существование. Но вот вдумываясь в то, что вы делаете, я пришёл, и вначале я вам очень грубо это говорил о том, что вот вы не философ, вы писатель. Вы помните. Но сейчас я изменил свою точку зрения, потому что вы не просто писатель. И даже не просто философ, и даже и не культуролог, как мне кажется. То есть вы создаёте такие книги, ну вот, к примеру, можно взять вот эту вот книгу, я показываю, «Наследие Крыма». Очень интересная книга, я её рекомендую читателям, если они смогут её где-нибудь найти, опубликовать. Потом вы представите и другие книги свои сами уже. Книги, несмотря на то, что они написаны на очень актуальные и животрепещущие темы русской культуры, они представляют собой увлекательное чтение, подобное чтению всевозможных романов. Таких, которые писали у нас Набоков и, может быть, Достоевский. Так вот, каким-то образом вам удаётся в своём собственном тексте приводить просто немыслимое количество цитат разных писателей, объединять самые разнообразные времена. И всё это выглядит как единый текст, совершенно без разрывов. В этом нет, я не могу оторваться и не могу подавить себе восхищение, я, собственно говоря, не пытаюсь, от того, что когда вижу, как вы переходите от цитирования классика к своему тексту, я практически не вижу при этом никакого зазора. То есть это читается, естественно, как один единый текст. Но вот новым, на что, мне кажется, читателям ваших книг стоит обратить внимание, является представление о творческом процессе, о процессе осмысленной действительности, таким образом, что органично сочетаются подходы психологические, с одной стороны, а с другой стороны возникает некая теория социального бессознательного, где встречаются потоки, руководящие реальными действиями людей. И вот то, что вам удалось это отделить от этих реальных исторических движений, как некое движение, бессознательно устремлённое к тем или иным целям, выделить эти цели, мне кажется, очень большим достижением. Что вы сами об этом думаете? Спасибо, как всегда, я много в беседе с вами. Мы новы, да? Да нет, мы вообще-то блинат. Да, или как? Мы всё время балансируем. Так, спасибо, значит, всегда много узнаю нового о себе, в беседе с тобой, и о литературе, и о философии, и о своём месте в этом, больше, наверное, чем от кого бы то ни было. В таком живом общении, может быть, ты бы как-нибудь написал ещё рецензию на мою новую книгу, которая вот вышла... Я с удовольствием... Нашествие качеств. Вы принимаю и предложили. Да, вот издатель, руководитель этой книги Кирилл Михайлов тоже, значит, обнаружил, наверное, что-то интересное в этой книге. Ну вот интересно о тексте, мы заговорили о сплошном тексте. В своё время, вот я и перед этим ещё написал такую книжку, крымский текст русской литературы. А теперь пришёл к выводу, что, может быть, нужно подойти и к всей русской культуре, как к системе текстов, как вертикальных, так и горизонтальных, создать такую, что ли, периодическую таблицу текстов, и в то же время с этими координатами, вертикальными, горизонтальными, одновременно, чтобы там была и химия, и гуманитарная, и высшая математика, и биология, биоценез, вот эти тексты. Ну, я занимаюсь сейчас локальными текстами. Русская культура, как система локальных текстов, вот, начиная с крымского, который является южной проекцией, петербургского текста, топорова. Южной проекцией. Да, да, южной проекцией, в смысле, потому что создавалась по тем же моделям, что и петербургский текст, открытие, строительство на неизвестном месте, в пустыне, можно сказать, культурной, хотя, конечно, на самом-то деле, там тысячелетний пласт культуры был предыдущий, но, как бы, вот эта концепция полимцеста, создание чего-то нового, ну, культура так развивается, они, значит, как бы с нуля начинают все, и русская культура создала миф тавриды, в каком-то смысле, на пустом месте, повторяя, конечно же, какие-то античные модели, и так, значит, строились эти дворцы, они по образцу петербургских дворцов строились, архитекторы установили, значит, переливаясь, то есть эти тексты, московский текст возник потом, хотя сам Топоров считал, что можно говорить только о петербургском тексте и никаком другом. Владимир Николаевич, да, Владимир Николаевич, он открыл, он тут же попытался закрыть эту тему, что вот петербургский текст, он один, неповторим, потому что настолько семантически насыщенного, семантически насыщенного места, как Петербург, в России больше нет, который тоже состоит, ну, правда, из текстов, цитат все-таки, все-таки это же цитаты, и каких-то иных культур, которые слились. При всем уважении к Владимиру Николаевичу, и вам, я не могу согласиться, что он один из самых насыщенных, я думаю, что просто он стоит в ряду таких, и на него обращено внимание, поскольку это занимает большое место в истории, хотя есть более скрытые, исторически менее исследованные явления, которые еще ждут своих исследователей в этом плане, как мне кажется. Ну, я тоже не совсем согласен с этим, тут говорить можно о особой насыщенности текстов цитат, как я сказал, то есть это семи-картефактов лингвистических. Да, перенесенных извне, насыщенными цитатами. Это тоже, мне кажется, еще не до конца, если я не могу. А вот что существует московский текст, он считал, что это, нет, нельзя говорить в том же смысле, что о петербургском тексте, о московском тексте, потому что это что-то такое более размытое, что-то менее последовательное. Ну, правда, при этом он написал книгу о Крыжжановском, где он такую идею выдвинул «Минус пространства», об особом московском пространстве, то есть фактически это тоже текст, у него же есть работа «Пространство и текст», что текст это пространство, а пространство это текст. И трудно сказать, почему, он значит, так все-таки отстаивал и разводил это все, но тем не менее при жизни его уже началось движение, такое своеобразное по конституированию московского текста. Вышло много уже и на эту тему книг, есть определенные школы, как в Москве, так и в других местах, которые пишут, например, в Новосибирске, интересно, есть исследовательница Нина Меднес, которая написала несколько интересных книг об этих локальных текстах. Специально она занимается венецианским текстом и его проекцией в русской литературе, начиная с Пушкина, который там не был ни разу, и, конечно, Бродского. И она написала интересное пособие о локальных текстах, учебное пособие, что ли, то есть это уже предмет, как бы становится учебным предметом. Ну и после этого началось учреждение локальных текстов в каждой местности. Извините, я вас приумен, мне хотелось бы, чтобы наши зрители поняли, что вы имеете в виду по текстам, потому что это не совсем ясно, они думают, они, я предполагаю, что многие из них, в том числе и уважаемый Владимир Николаевич, имели в виду под текстом нечто иное, нежели вы. Вы даете формулировки этого предмета, и хотелось бы, чтобы зрителям стало понятно, что вы вообще имеете в виду, когда употребляете слово текст. Ну, что имею, ясно, выяснил на этих формулировках. Значит, текст культуры это последовательное развитие темы, не просто в Петербург, скажем, в русской поэзии, а после наличия, то есть тут можно два смысла. Читать город как текст, это Петербург как текст, или Крым как текст, и в то же время, вот, чтобы зрителям представить, вот смотрите, сама обложка, она, тут, это Александр Гусев, значит, слайды свои представил для этой обложки, вы видите, что море, оно какое-то тоже текстуальным стало здесь. Вы об этом пишете в книге. Да, а вот с этой стороны тут уже фигуры поэтов, то есть, с одной стороны, можно осмотреть на ландшафт, города, или местности, как текст, а с другой стороны, создается несколько таких модельных текстов, литературных, или не только литературных, ну, скажем немножко об этом чуть позже, которые, значит, по образцу этих каких-то прецедентных текстов уже дальнейшее развитие этой темы развивается, которая закладывает какие-то основополагающие структуры литературные или общекультурные. Что касается Петербурга, это, значит, с одной стороны город на краю бездны, город, который, например, должен погибнуть, это легенды, что гибель заключена в этой идее, что он под водой уже создан. Ну, кроме этого, вы упоминаете и о концепциях, когда он превратится в склад, а столица будет в Крыму, что литературно зафиксированный факт такого мышления, что ли, некого провиденческого. Ну, Петр Первый же с самого начала хотел столицу в Крыму на юге, он же сначала на юге хотел окно рубить Европу, но не получилось у него, там, герченский поход получился, а просто политическая сама ситуация, не было всем организовать против Турции слишком тогда мощного государства, с коалицией государства, а более удобно в случае представился на севере, и тогда он прорубил окно на севере и основал все-таки столицу там, можно сказать, под водой, под угрозой постоянных наводнений. Так что город, вот, если мы вернемся все-таки к вот этой концепции петербургского текста в литературе, который развивается на основании этих модельных городов, модельных текстов, что, во-первых, это призрачный город, во-вторых, он, значит, непременно должен погибнуть, и в то же время это город преображения человеческой души, что в результате этих испытаний то, что человек гибнет, но потом, может быть, он все-таки возродится, обязательно, вот, идея возрождения, и это повторялось, потому что из текста в текст, уже не обращаясь к городу через Гоголя, хотя, конечно, они все вносили какие-то новые темы, мотивы текста через Достоевского и эмиграцию, и в итоге носителями этого петербургского текста стали даже люди, которые, может быть, родились где-то за границей, в эмиграции уже, уже в эмиграции не родились, но они все равно представители этого петербургского текста, потому что они живут в кругу этих идей, и в то же время, конечно, можно жить в Петербурге, описывать Петербург и быть все-таки вне петербургского текста, потому что даже если ты Ты описываешь Петербург, но ты иначе его описываешь. Возник так вот ленинградский текст, который по каким-то другим, хотя он в чем-то повторял модели петербургского текста, об этом Леня Откацис написал интересную статью, о Козыреве, где человек впал в литератический сон, насколько я помню, а потом он уже в Ленинграде. Есть же и более убедительные примеры. Скажем, у Булгакова, в его «Мастере и Маргарите» большинство булгаковедов убеждены, что вот и у нас на Патриарших прудах есть много памятных мест, что все происходит в определенной локальности Москвы. Тем не менее, Булгаков был в то время женат на Лапа Данилевской, и топографически очень многие тексты тяготеют к ландшафтам Сарата. Хотя для Булгакова, видимо, это не имело особо большого значения, какую ландшафтную среду он использует для описания. Хотя скрытая мотивировка, которая была у него, когда он привлекал саратовские материалы, безусловно присутствовала. Но он это смешивал легко в своем литературном тексте. Как относиться к таким явлениям? Там и то, и другое присутствует. Да, и, я не знаю, Булгаков, конечно, честно сказать, не очень представляю, насколько он связан с Саратовом, но, конечно, родной город у него был Киев. И это присутствует. Но Киев он описывал как русский литератор. И фактически это был тоже петербургский текст, а не киевский, как ни странно. И не московский там уже. Прямо в мастере Маргарете. И то же самое с Мандештамом. Когда он писал эту египетскую марку, вроде бы Петербург он описывал, а на самом деле там киевские мотивы. Вы знаете, вот я когда знакомился с вашей работой, у меня возникало впечатление, я понимаю, что вот ваше деление текстов на некие ландшафтные, что ли, тягосяющие к некой ландшафтной, что ли, к симеозису ландшафтному и к симеозису чисто вот такому литературному, оно основано на вашем опыте исследователя текстов, потому что вы делали исследование и в той, и в другой области, и делали исследование смешанное, когда вы сопоставляете в одном тексте и то, и другое. Но мне кажется, это не главное в том, что вы сделали. Ведь если взять вот эту оппозицию или эту дихотомию, и даже я не знаю, как назвать, северо-юга в сознании, как XVIII, так и XIX века, а может быть и ранее до этого, то я думаю, что ранее. И это начинается непосредственно с Новгородской Руси. И уже тогда эта оппозиция существовала как некая совершенно ментальная и, может быть, общественно-бессознательная оппозиция устремленности к первоисточнику властной структуры России и к черному, так сказать, к черной воде. И противоположного устремления к белой воде, к беловодью, которая потом была развернута и повернулась на восток, некоего этноса, вот так назовем его, но он смешанный, конечно, но он состоял в то время, это движение состояло из этносов, неких исхипистов, что ли, и некой карцерной культуры, которая стремилась, и что сложилось впоследствии, как мне кажется, после нашествия Наполеона, сложилось с представлениями о солнечном императорском начале, южном начале и северном начале, лунном, розинкрейцеровском начале, демократическом. Мне кажется, вот эти движения, которые вы совершенно отчетливо описываете, хотя вы их так не называете, как я называю, они являются главными, они находятся в бессознательном социальной среде людей, которые являются как писателями, так и читателями. Потому что не будь этих текстов, мы бы не говорили о ландшафтных текстах, так ведь, да? Конечно, может в Новосибирске сидеть исследовательница, которая создает венецианский текст. И это допустимо, ну и прекрасно даже в какой-то степени. Но, вероятнее всего, она обращается к венецианскому тексту из-за реалии Новосибирска. Да, но ведь и петербургский текст создан москвичом-то, пора вам сказать. Да, кстати. Почему-то именно петербургский, а не московский. Хотя нельзя сказать, что московский уже до такой степени размытый. Будь это Таврида или же будь это Москва, все равно это некое Южное. Но по этому поводу я тут уже в некоторых работах, которые не вышли в книги, которые еще, вот тексты эти, они в интернете опубликованы, привлек такие постмодернистские категории, как текст удовольствия и текст наслаждения. Так называемая эротика текста, есть такое понятие. В структурализме, которое, конечно, не имеет никакого отношения к эротике как таковой. Ну что вы, а испаноязычная литература с их полуденным эротизмом, который, я считаю, что это не главным. Но это другое, это все-таки Барт, хотя тема эротика у него сама по себе есть, но здесь это совсем несколько иной смысл имеет в виду. Текст удовольствия, это Аполлон, Аполлоническое начало, это упорядоченный текст, это, на мой взгляд, это и есть петербургский текст со своими, значит, проспектами. Некая романтика такая, да? Да, текст удовольствия, а текст наслаждения – это взрыв, это экстатический взрыв. И Москва, Московский текст – это и есть образец, на мой взгляд, такого текста, который я прочитал на подтверждение чему. Я нашел, например, в романе Бабарыкина «Китай-город», где именно с таким удовольствием описывается ландшафт Москвы, каждые домики, и само вот это существование людей, которые там заняты бизнесом или искусством, но они просто действительно поедают, пожирают этот текст, там просто такие слова используются. А потом уже начался настоящий Садов, ну, имеется в виду что? Пердуха, они пердуха, потому что допоздна там спорили, значит, до этого, значит, посещали театры. Ну, вот как жизнь Евгения и Онегина, только все-таки она с каким-то удовольствием. А здесь уже прямо-таки с наслаждением описано московское бытие, что это действительно взрыв, и это отражается и на облике города. Если Петербургу все время наводнение грозит, в Москве все время пожары грозили, она сгорала от пожаров. И это продолжается, ну, в ином смысле, что действительно сносится до основания архитектурный пожар. Нет, а кроме архитектурных, просто реальных пожаров вполне достаточно, чуть не каждый день. Да, но все-таки не до такой степени не меняют облик города, как раньше, когда раз, Москва и сгорала. Но еще пока что не вечер, не дай бог еще. Ну, не дай бог, но все-таки не деревянная сейчас Москва, чтобы так взять и сгореть. Между прочим, эти железобетоны еще лучше горят, чем деревянные. Остановить невозможно. Да. Ну, вот я имею в виду, конечно, под пожарами это архитектурное преобразование. Сначала советское, значит, это, хотя это, в принципе, и до революции началось, тот же храм у Христа Спасителя, он ведь тоже возник довольно еще, насколько он вписывается, вписывался тогда в облик Москвы, это сомнительная история. Ведь совсем же другой был храм, и он же был построен на месте других уничтоженных монастырей. А сейчас вот восстановили его, значит, методами ударной стройки, но, значит, дом, например, основателя этого, строителя, архитектора, он как-то про него-то забыли там, или памятник. Все-таки это тоже новодел, и главное, что фрагмент какой-то, который, в общем-то, тоже, насколько он вписывается в этот византийский стиль. Ну, вот это, вы сейчас затронули очень интересную тему. Дело в том, что, вот вы говорите, что нечто было утрачено, что несомненно, но не утрачена сама память об этом. Вот это как раз замечательное явление, когда исчезает сам артефакт, но не исчезает представление об артефакте. Точно так же я не могу исключить от своего сознания, находившееся на месте современного храма, плавательный бассейн. Я его вижу так, как будто бы он существует. Но вместе с тем появляется нечто новое. Ну, вот, например, у многих храмов, которые вновь возводятся в Москве, устанавливаются большие языческие камни. Просто камень большой ставится. А возле храма Христа Спасителя поставлено огромное хвойное дерево, окруженное кругом, как некий символ мирового древа, имеющий право на существование, но, наверное, не в рамках христианства. И эти же пожары, о которых вы говорите, они существуют в сознании человека вне зависимости от того периода, когда их нет. Ну, например, во времена Высоцкого пожары в Москве не горели каждый день, как сейчас. Но он почему-то в одной из своих песен упомянул, мы про взрывы и пожары сочиняли, но тут остановились санитары и зафиксировали нас. Поэтому существует как бы несколько течений одновременно сосуществующих в сознании культурного человека, который соприкасается вот с тем объектом, ландшафтом, который перед ним находится. И с теми потоками, которые бессознательно в нем возникают в силу некой инерции культурной, которую невозможно остановить. Что Вы об этом думаете? Насчет инерции ландшафтов. Ну, да, конечно. Не только ландшафтов, а самих доминантов. Да, конечно, за какими-то территориями, ведь совершенно не случайно какой-то определенной репутации проклятых мест или счастливых мест. И вот оно так, как с древности так и повелось, что Тверь, она была альтернативой Москве, а Нижний Новгород каким-то бродильным таким чаном, что-то новое всегда возникало, и в смутное время там возникла альтернатива какая-то уже наметившимся уничтожению России. И в Ельциновские времена там как-то до конца реформаторы держались, оттуда шли. И Петербург, как место, где возникла интеллигенция, он и продолжал оставаться таким, унаследовав, видимо, новгородские какие-то... Нижнего Новгорода. Ленинградская вот эта интеллигентность, она повторилась, и там, конечно, вот сейчас возникали Петербург, Петербург, как и ленинградская идентичность. Все-таки переименовать обратно Ленинград в Петербург, как бы мы признали, что это был... Ну, отказались от ленинградской идентичности полностью, хотя... Но область осталась? Да, область-то осталась, да. Неудивительно. Да, область осталась, хотя, конечно, ленинградцы остались в Ленинграде, те, которые пережили блокаду, ну, конечно, их уже и все меньше, и меньше остается, но этот блокадный опыт как-то, это же все-таки он ленинградский был. Да, но они себя именно так и сознавали. Да, и сознавали, да и осознают, наверное, продолжают. Ну, я не уверен, что сейчас существует ленинградское представление в сознании петербургцев, но и петербургского представления тоже, а не питерское, имеют некое представление. Да, какой-то... Петербург даже малоупотребительное слово, когда в разговоре обычно говорят Питер, хотя до того, как было поименовано, там было много названий, до как он Ленинградом стал, Но Питер это было словоупотребление неграмотных слоев общества. Сейчас же это словоупотребление принято как объединяющее все возможные от Петра номинации. Да. Как раз в культурном слое. Да, такое какое-то амортизирующее название. Всех примеряющее. То есть, если бы Ленин называли Петром, например, да, а не Владимиром, то вообще существовала бы полная идиллия. Ну, то же самое и с Екатеринбургом, где Сверховская область осталась, хотя, конечно, сам по себе этот уральский текст, конечно, тоже очень интересный феномен. Там свои противопоставления городов культурных, в каком-то смысле Пермь и Екатеринбург соотносились, как Петербург и Москва в этих масштабах. Это вы заметили. Я бессознательно понимал. Дело в том, что в советское время, когда существовал сам издат, то вот эти старые и теперь новые уже культурные взаимодействия между культурными средами городов, они все-таки акцентированы. И в то время, когда существовал сам издат, то вот сказать, что между советской Пермью и советским Свердловском существовало какое-то взаимодействие официальной культуры, это трудно, наверное, обнаружить, как вы думаете? А вот бессознательно почему-то авторы тяготели друг к другу в то время, когда это не публиковалось. Ну вот что касается ландшафта, влияния ландшафта, вот есть работы, которые на этом как бы основывают разницу уже внутри уральской напряжения силовых линий. Потому что уральские горы, они с запада пологие, а с востока они обрыв. С востока, да. Насколько я понимаю. Так вот, Пермь, она же находится на западе от Урала и люди мягче как-то вроде бы, а свердловчане, якобы, они жесткие, они более прагматичные. Ну это может быть связано с близостью Коми Пермятского округа и других культурных стереотипов, манерой разговаривать и многого другого. Может быть это просто внешнее впечатление. Вот все-таки, когда приезжаешь в Екатеринбург, то там видишь значительное, фундаментальное, ну для российских масштабов, сооружение. И так или иначе устроены национальные архитектурные комплексы. Чего в современной Перме очень трудно обнаружить. Несмотря на культурную деятельность, совершенно очевидно в Перме. Сам уральский текст, он в каком-то смысле тоже был уже восточной проекцией петербургского текста, потому что эти города тоже создавались на границе. На границе вот какого-то изведанного мира и чем-то обликом они напоминают Петербург. Но все-таки это город, он на краю, но на краю не моря, а суши. Пограничный город и такое понятие вот было. Какой вы имеете в виду, Пермь или Екатеринбург? Ну, оба эти города, хотя это ближе вроде, как бы на востоке, тут на западе, но они были пограничные города. Причем Пермь была же столицей, играла долгое время. А вот когда началось промышленное уже освоение, тогда центр уже переместился в Екатеринбург. Такое понятие, как завод-крепость возникло. Вот такой еще концепт, что ли, город-крепость развивался. Завод-крепость. Да, завод-крепость. Вот как монастырь был. А вокруг него уже поселение. Посад такой. Да, посад. Там своеобразные были взаимоотношения с этим заводчиком, он же тоже как бы был отцом. Но потом уже, конечно, социальные противоречия развивались. Но уральская мифология совершенно обновилась, как ни странно, в советское время. Когда как бы на пустом месте вдруг возник писатель, который устроил всех. И массовое сознание, и власть, я имею в виду Бажова, который совершенно изменил, не просто отделил, а совершенно изменил саму парадигму, уже не центр промышленности, а город минералов, этих камнерезов. Туда он как-то в культуру ушел. И вот этому мифологию хозяйка Медной горы, там вот эта змейка, как она... Скажите, а потому что-то было известно, ведь вот сейчас есть исследование, которое говорит, что там доисторические времена были огромные рудники по добыче меди, как раз в районе Екатеринбурга. А откуда это у него взялась эта сказочная тема? Ну, оно жило, конечно. Наверное, же он на основании этих сказок народных это все создал. Вы не думаете, что существуют вот какие-то такие типа интерфляционных картинок, что ли, которые подталкивают к той или иной семантике, авторы из культуры вычерпывают не вообще какие-то произвольные, случайные вещи в связи с локализациями, теми иными ландшафтами и содержанием под землей того, что там есть, а что это как-то упорядочено все-таки? Ну, трудно сказать, как это упорядочено, как это он нащупал эту жилу. Вот именно медный, он бы мог, там же не только медь добывалась, там все-таки камни это было в большей степени. Ну, так и он же больше хозяйка Медной горы, но все-таки там о Малахите речь шла в большей степени. Да, гора-то медная. Да, гора-медная. Это более древний слой. Да, но он-то как раз о минералах, и край именно, край из горной добывающей промышленности стал краем вот этих старателей, добытчиков. И вот недавний роман Ольги Славниковой как бы возродил в 2017 эту мифологию. Хотя это футуристический роман, но он как бы обращен в будущее, но прогноз какой-то там содержится, в самом названии заключен. Но там самые интересные места в этом романе, это именно вот припочтение к этой, игра с этой мифологией Бажовской. Да, очень интересная. Очень, да, изящно написанная книга. Но там есть и другие писатели, которые к другим полостам пытаются. Вот Алексей Иванов, он пытается тоже каким-то еще до российской мифологии докопаться местных народов, народности, эту мифологию, которая была смятена частично. Знаете, что он меня это напоминает? Вот я все время занимаюсь американской литературой, я обратил внимание на целую волну статей, которая у них прошла о том, что американская культура начинает испытывать все большее тяготение к практически исчезнувшим индейским культурам, которые были распространены на этой территории. Они это объясняли поиском своеобразия, которое в такой, в англосаксонской традиции представлено гораздо лучше непосредственно митрополии, точно так же, как и латинская традиция. Но когда речь идет о том, чтобы приобрести национальное своеобразие на этой территории, хотя артефактов, которые связаны с индейцами, сравнительно немного, можно сказать так, хотя почти все они являются местами пресечения туристов, гордостью страны, но восстанавливаются и другие. Вот восстанавливается целый ряд топонимов, литература тяготеет к тому, чтобы употреблять индейские топонимы против английских, англоязычных топонимов. И вот здесь тоже в каком-то более обобщенном виде, мне кажется, происходит то же самое. Регионы начинают на фоне всей русской культуры, как культуры имперской, и охватывающей все народности, и непосредственно весь русский ареал. Внутри же самой русской культуры возникает тенденция к обретению культурного своеобразия. Да, это интересно. Я не знал, что американцы к индейскому опыту сейчас обращаются. Я как-то все думал, они вокруг этой своей войны, все мифологии строятся, гражданский миф, потом Фолкнер, они же как-то вокруг этого мифа. Но это интересное явление насчет... Но у нас что? У нас ведь в свое время Хлебников интересно сказал, что русской литературе нужны не новые Пушкин и Достоевские, которые уже были, а скорее новый Пржевальский. То есть действительно он говорил, что опять-таки, обращаясь к американской литературе, у нас нет своего Гаеватой, который все-таки там же был, который и раньше эту мифологию местных народов привлекал активно. А Хлебников считал, что русская литература в долгу действительно перед этими огромными российскими пространствами и народами, обитающими. И сам он как мог это все делал, но главное, что он показывал, что нужно изменить саму парадигму, которая вот может быть сейчас действительно меняется. Потому что когда эти тексты, о которых я уже говорил, учреждаются, тоже в Сибири, там действительно обращаются и северные тексты. Он не может как-то опыт шаманов обойти. И сибирский рок молодежный, он использует тоже какие-то фольклорные мотивы. Так же, как когда-то Битлсы ездили в Индию, там эти индийские мелодии пытались привлечь. Но у нас это все тут прям под рукой. Действительно, это все... Ну вот, есть такой... То есть, об Иванове мы говорили, но сибирский рок, он... Это особое явление, которое... Ну, с другой стороны, ведь сами же сибиряки, это особые русские, это те же несостоявшиеся американцы, которые могли бы создать Новую Америку. А сибиряки, вы имеете в виду народности, которые там... Нет, я имею в виду русских сибиряков, да. Русские сибиряки. Все-таки это большинство, да. А, ну вот, да, это движение к беловозю, которое двигало все время населением, которое уходило от управления, от цивилизации, в счастливых поисках счастливой земли. Ну, в каком-то смысле они находили, ведь в Сибири же не было крепостного права на всех этих огромном пространстве. Ведь там не было. Да, с одной стороны, это каторжный край, а с другой стороны, это край свободы. И вот на этих дихотемиях и сибирский текст, он и развивался в российском сознании, так называемый сибирский текст. Каторжный край был не для этих поселенцев. Этот каторжный край, он существовал для тех, кого высылали. И в основном высылали в Остроге, конечно. Да. А это население, которое шло туда, к беловоде, оно не в Острогах жило, они же... Да. Они свободные поселения. Ну, два потока, да, два потока было, потому что край каторжников все-таки было очень много, и в конце концов, и гулах же... вот свой опыт наложился на все эти пространства. Вы знаете, вот здесь очень любопытная тема затронули. Дело в том, что существование огромных геологических и географических неосвоенных пространств после революции, в которой одновременно смешались потоки отрицания предшествующей культуры на основе развития народничества. Вот, скажем, если сравнить весь период развития дворянской культуры, и после этого, развернувшись на протяжении XIX века соревнования с дворянской культурой на той же, собственно, платформе культуры разночинцев, когда Чернышевский приехал в современник, то он был просто несравненно более образован, чем Некрасов. Их трудно даже было сравнить. Некрасов, по сравнению с Чернышевским, просто деревенский мужик был. Талантливый, да, но не образованный. Чернышевский знал два десятка языков, и он был серьезный уже ученый и мыслитель. О чем сейчас очень мало упоминают почему-то. Но где-то с момента освобождения крестьян возникла вот эта мифология народничества в сознании главным образом дворянской культуры, не разночинской. И дворяне создали народничество, но идеи народничества и сам народ ничего общего между собой не имели. Точно так же, как и вот эти казацкие поселения, и вообще поселения русских, которые двигались в поисках свободы на восток в данном случае, до этого они на север шли, потом пошли на восток, оно никак не связано с той реальной идеей вот этого счастливого мира, какого-то беловодия, которое существовало в их сознании. То есть есть некие реальные люди, реальные исторические факты, реальные движения, о чем вы, собственно, и пишете в книгах. Есть некие мифологические представления, которые руководят вот этими движениями, потоками. И вот я столкнулся с совершенно фантастической, и вот это весь, а это как раз было движение простонародья на восток, еще не оформленное в виде народничества в то время. Они не понимали себя вот так, как понимали себя после 60-х годов освобожденные, еще не освобожденные, но на фоне освобождения крестьяне. Это были не крестьяне, вот так можно сказать. Это была какая-то другая общественная общность, которая как-то ее нужно еще характеризовать, что они собой, они достаточно разношерстные были, вот эти потоки. И когда началась революция, вот эти все тенденции к глобализму, ну вот построение, скажем, достижение беловодья, собственно, это глобальная идея простонародья русского. Вот эти вот глобальные идеи, они выразились в таком спонтанном футуризме, что ли. И вот я еще мальчиком в школе, не помню, в первом классе нам учительница общила о том, что существует проект строительства горного хребта вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Представляете, да? А зачем мне представляете? Для того, чтобы северные ветры, которые дуют с Ледовитого океана, не достигали Сибири, и в Сибири расцвели тропики. Ну, замечательная идея, да? Которая утопила бы, вероятно, всю тундру и тому прочее. Но дело в том, что в молодые годы работы в геологических партиях я столкнулся с отрезками этого строительства, кусками. В далекой северной тайге его начинали строить, представьте себе. Хребет. Да, хребет. Почему-то не достроили. Вы представляете, грандиозность идей, которая, когда... Беловодья уже не было найдено. Факт оставался фактом, Беловодья нет, но можно создать... Вырастить. Да, можно его создать. Причем на всей территории Сибири. Нет, ну а потом же повороты рек. Да, и повороты рек, конечно, да. Но это еще... Хотя это несколько иное, это как бы за счет Сибири, да? Утопить Сибирь, но за то, чтобы расцвелось... Это как бы южная идея, получается. На самом деле, это стремление вот в эту страну, юга, которая из пустыни превратится в рай. Ну, в принципе, та же самая идея. Но то, что вот вы в своей книге соединили вот эти потоки с той древней мифологией, когда фактически на Западе находится нечто очень плохое, а на Востоке находится нечто очень хорошее, и это запечатлено библейскими текстами, которые старообрядцы, составлявшие основные потоки устремленных на Восток людей, они же постоянно читали Библию, и у них никак не могло это не отложиться в сознании, что они в правильном направлении двигаются. Ну, на север, вообще-то, действительно, двигались вот эта монастырская колонизация, значит, это... Колонизация. Да, колонизация, я так сказал. Да, действительно, в поисках Царства Божьего. На юг, конечно, это было более прагматичное движение, хотя на юг тоже это движение Новороссия, которое было основано, оно создавало какую-то возможность другого пути для России, это тоже... Но она тогда, все-таки, была одна из Украин, всего-навсего. Да, фермерское, значит, такое хозяйство там, возможность действительно идти по американскому пути развития в сельском хозяйстве, но это было все-таки более прагматично, поэтому, может быть, северный текст, он как бы уже конституирован в... Есть такое понятие, ну, целый сборник вышел, северный текст в русской литературе, в архангельской конференции, а южный текст он пока еще представляет собой, пользуясь выражением Умберта, отсутствующая структура. То есть он как бы есть, но пока он еще, возможно, он есть как бы в сознании. Ну, сейчас это очень актуальный вопрос, постоянно происходит. А вот как вы думаете, ведь совершенно очевидная мысль ваша о том, что южное направление было более прагматичным, чем северное, или даже восточное тем более. Оно еще до сих пор не реализовано как следует. Гораздо хуже, чем южное направление, надо сказать. И часть этого юга мы потеряли вместе с Малоруссией вот после разделения СССР. Но если бы вы постоянно апеллируете к тому, что политики в того времени, когда это было возможно, они как бы сознавали недостаточность ресурса для того, чтобы освоить юг. При этом никто совершенно не думал почему-то о том, что достаточно ресурса для того, чтобы освоить восток или север. То есть для юга почему-то они думали, действительно ли, вот как вы думаете, действительно ли это реально было, что они, или они ошибались просто? Ошибались в чем? Ну вот если бы весь этот поток, восточный, северный, был направлен на юг, то вполне возможно хватило бы ресурсов, наверное, для освоения юга. Ну, может быть и не хватило бы. А ведь для того, чтобы его туда направить, требовались какие-то убедительные идеи, чтобы люди пошли. Дело может быть даже не в направлении, а в принципах освоения. Это было очень затратное все. Эти города, которые были на севере созданы, они чем-то напоминали строительство пирамид. Сейчас неизвестно, что делать с этими городами. Они ведь убыточные. Южные города? Нет, восточные, северные. Восточные, конечно, убыточные. А южные что? Южные. На юге всегда больше неприятностей было. По-моему, сейчас перспективы... Ну, всем нравится жить в хороших климатических условиях. Естественно, конечно. Пожалуйста, ничего не мешает отдыхать. Можно хорошо жить на севере и отдыхать на юге. А если постоянно жить на юге, ну, надо менять менталитет. Сейчас на севере почти никто не мешает. Как не мешает? А где вы там будете жить? Ну, хорошо, сейчас создаются определенные условия в области, ну, скажем, если говорить про русский контингент в области добычи полезных ископаемых, освоения вот этих ресурсов. Конечно, да. Это носит очень ограниченный характер именно вот локального освоения ресурсов. А если говорить о этносах, которые населяют и осознают себя этносами, а не русскими, то у них тоже созданы весьма демократические условия, ряд народов, там, насильственно лечат любого человека, который замечен в употреблении спиртных напитков, там, и прочее, они пытаются как-то оздоровить свою собственную среду, чего раньше не наблюдалось в советское время. То есть они там спивались и вымирали просто от болезни, и ничего не делалось. Теперь руки развязаны, они что-то делают. Но вот это что-то, оно связано с неким таким, что ли, охотническо-доводческим бытом, вот так скажем. То есть нет предпосылок того, что там будут созданы крупные мегаполисы, куда устремлено сейчас население земли. Ну так, а нужны ли крупные мегаполисы? Может быть, как раз... Но это происходит вне зависимости от того, хотим... Да, ну происходит, ну как, ну есть же и обратный отток. Ведь на самом-то деле жители Лондона, они же живут не в Лондоне, а в окрестных коттеджах, они просто на работу приезжают в Лондон. Ну а то есть, для меня... То есть там есть какая-то действительно трущоба свои. Структуру образующим элементом является сам мегаполис, где есть эта работа. Тем не менее, возможно, как мне кажется, подумать все-таки об оттоке из мегаполисов в небольшие все-таки населенные пункты. Я думаю, что это совершенно нереально. Где основы? А основа в том, что сейчас мир переходит в постиндустриальную, стадию развития. Сейчас нет необходимости сосредотачиваться в этих мегаполисах. Вы так думаете? А почему же происходит этот процесс? Почему? Ну, он происходит по инерции. Мехико там или Токио, они продолжают расти. Гонконг. Москва. Ну и Москва, та же Москва. Ну, политические причины. А Петербург растет? Петербург, я не знаю, может быть он растет. Ну, Киев тоже столица, свой мегаполис. Но нужно, вот все время сейчас говорят о необходимости новой столицы для России. А я что-то в последнее время не слышал. А где это муссируется? Где? Ну, как же. Вот передача Третьякова была посвящена, может быть, даже не одна передача. И что предлагается? Ну, на Дальний Восток перенести. На Дальний Восток, где больше всего затрат. Да. Но с тем, чтобы изменить структуру. Ну, вообще, конечно, в Москву надо разгружать вот эти идеи. В Петербург не хотят. Ну, были же идеи перенести, хотя бы частью законодательную власть, хотя бы Петербург, разгрузить Москву. Ну, конечно, это уродливая структура такого территориального. Ну, что Москва, как бы особое государство в России, живет по своим законам. И за счет России так. Ну, разве за счет? В общем-то, Москва сейчас играет роль Нью-Петербурга. Строительство на пустом месте. Ну, конечно, за счет. Однозначно, в Суку, сравнить жизненный уровень. Это же не за счет самой себя. Ну, неизвестно, ведь движение неких абстрактных величин, таких как финансовых капиталов, имеет сейчас большее значение, чем непосредственно развитие производства. Ну, так они же высасываются из России сюда. Капиталы не могут высасываться. Из России, кстати, почти ничего не поступает. Что сюда поступает? Здесь все из-за границы поступает. Ну, сама структура позволяет такому существованию власти. Ну, сама инерция, история, подавление регионов. Вы считаете, что сейчас их подавляют как-то? Ну, конечно, никакой выборности же отменили. Нет, но это еще не значит, что они подавляются при этом. Выборность отменили – это вопрос управления, которое не осуществляется. Управление находится на очень низком уровне. И на самом деле это фикция того, что вот они… Ну, разницы нет, что они назначаются, что они там избираются. Управление, да, к сожалению, в принципе, это не принципиальный вопрос. Может быть, действительно, выбирается, а не избирается. Но отсутствие самоуправления – это факт, и никто не занимается этим. И нужно развивать снизу, о чем Солженицын писал, которым я не во всем согласен, но он правильно писал, что надо снизу… Должна существовать какая-то, что ли, реально уже имеющаяся, должен быть ресурс имеющийся. Если нет такого ресурса, человеческого ресурса, то это не будет происходить ни при каких условиях. Ну, так будет рассыпаться пирамида, выдуваться, как песок. И что из этого? Ну, выдувается она, и что? Ведь существование Москвы вреду таких городов, как Нью-Йорк, Токио, Гонконг и другие, Шанхай там. Это факт, и вне зависимости от того, что вы об этом не думали. Да, но там же есть и Нью-Йорк, и Чикаго, и Лос-Анджелес. Ну, что такое Чикаго, как Петербург приблизительно, да? Чикаго не играет такой роли, как Нью-Йорк? Да, Петербург сейчас тоже не играет такой роли, как Чикаго, по той причине, что это обычный провинциальный город, такой же, как Саратов или Астрахань, в общем. Вы так думаете? Да, я так думаю, я так думаю. Это интересно. А таких, там, кроме Москвы, у нас действительно нет центров, нет Силиконовой долины, нет Лос-Анджелеса в России. Ну, да, типа угнетение новосибирского научного городка привело к тому, что у нас могло бы развиться, но не развилось. Но зато там развиваются экономические течения, духовные практики и многое другое, на что сейчас не обращают внимания. Ну, конечно, там происходит действительно какое-то развитие, но такого все-таки бума нет, как в Москве. Москва все-таки это искусственный бум, строительный. Строительный вообще? Ну, в частности, это выражается во внешнем облике Москвы. И это показывает, что действительно деньги все сюда стеклись, скопились. Да, но ведь дело не только в... А распределять ресурсы надо же как-то... Дело же, наверное, не только в том, куда стекаются эти представления, которые вы называете деньгами, а в том, как это используется. Вот, скажем, до Октябрьской революции была такая практика, что когда назначался новый генерал-губернатор, он ведь тоже назначался, его никто не выбирал, то ему было положено устраивать столицу на окраине города губернского, куда он назначался. Поэтому все богатые люди начинали строиться вокруг него, и практически не затрагивался исторический центр города, существовавший к моменту назначения. Теперь такой практики нет, и власть всегда расположена в центре. И это приводит к тому, что инфраструктурно центры до такой степени уже перегружены, они не рассчитаны ни на этот транспорт, ни на это население, ну ни на что. И все время возводятся все более крупные объекты на той же самой инфраструктуре. Но это очевидно абсурдная деятельность. Совершенно очевидно. Тут дело же не в деньгах, а в том, как они применяются. Есть некие условные единицы, которые могут быть так или иначе израсходованы. Вот они расходуются на то, чтобы создавать все больше проблем, вместо того, чтобы решать эти проблемы. Вы не думаете, что здесь дело именно в культуре, а не в каких, не в экономических отношениях, а в культурных отношениях? И вы говорите, да, создан фантастический, нереальный город, вот сейчас, Москва, который постоянно усугубляет свои собственные проблемы. И одной из проблем является, только одной из проблем, не всеми, а одной является жилищное строительство в Москве. Которое, как проблема, во всей своей красоте, вероятно, через некоторое время уже и засияет. И сброс цен на жилье, которое возможно будет, а может быть и не будет, не приведет к решению этой проблемы. Потому что невозможно создать инфраструктуру для этого капитального строительства. Ее просто технически невозможно сделать. И вот этот фантазм строительных руководителей и других руководителей, которые у них существуют как благое намерение, на самом деле, говорит об определенном типе культуры. Почему нужно сделать вот это? Как вы думаете? Ну, что касается типа культуры, я как раз и пытаюсь показать иное видение культуры, как система, как я уже сказал, локальных текстов. То есть показать, что можно посмотреть на русскую культуру через уральскую призму, сибирскую, кавказскую и так далее. А не только через московскую. Хотя московский текст тоже очень интересен и поистине это, как я уже писал, наслаждение. Действительно, в культуре разрыв между Москвой и регионами, именно в области культуры, он еще более очевиден, чем в экономике. Если раньше из Москвы везли продукты, сейчас, может быть, и не обязательно это делать, но книги нормальные только в Москве можно почитать. Да, в общем-то и на провинции. Там такого нет, системы книг распространения, даже такой, как раньше, их можно было где-то по блату достать. Сейчас, ну правда, есть, конечно, интернет-магазины, можно там выписать, но через интернет. Но есть такая возможность, но это все-таки у нас интернетом пользуется не так уж много в провинции людей, чтобы тем, во всяком случае, книги в провинции не доходят. Вы знаете, вот вы совершенно правы, несмотря на то, что насчет интернета это не факт, потому что, бывая в разных городах областного значения в России губернских, я не вижу особой проблемы в пользовании интернетом, зато я вижу серьезную проблему книготорговую и доступности даже того, что есть в Москве. Вот если взять ваши книги, вы написали уже и создали много книг, и даже создали новое представление о культуре, и не просто какое-то представление о культуре новое, а такое представление, которое можно использовать практически. И проблема состоит не в том, что вы не один работаете в этой области. А как можно практически использовать? Да, но практически использовать это можно путем усвоения и учета того, что думает интеллектуал, который занят практикой осмысления того, что происходило и происходит в настоящее время, и в какой-то мере на основе этого можно создавать прогностические модели, которые учитывали бы недостатки и позитивные. Вы больше концентрируетесь на позитивных сторонах нашей действительности, но я вижу, что это не доходит до того адресата, кому это направлено. Вот я читаю это с удовольствием, но я тоже занят в этой области. И те, кто знакомится с этой литературой, они практически все занимаются тем же самым, чем и вы. И мы друг с другом продолжаем осмысливать этот замечательный процесс. И уже много что придумали и поняли, но мы не можем это перевести ни в какую практическую плоскость освоения самого материала, который уже сейчас накопился в достаточно большом количестве, и который нисколько не противоречит тем высказываниям и тем позициям, которые обнаруживают руководители, в том числе руководители страны. То есть это устремлено, так сказать, к национальному благу, с которым почему-то никто и не собирается знакомиться. Как вы думаете, это найдет когда-нибудь путь к сознанию самих распорядительных субъектов? Найдет ли это путь? Ну, книги все-таки расходятся, меня же продолжают издавать. Кому-то это нужно все-таки. Нет, ну вас издает, вот, хорошо, но вас издает, значит, да. Вот открываю книгу, вот, ну, да удача просто под рукой лежала. И написано, издательство, русский импульс, 3000 экземпляров. Это вполне достаточно для того, чтобы руководители могли ознакомиться, и судя по названию издательства, и судя по содержанию книги. Ну, книга разошлась издательная книга. Ну, а кто ее купил? Ее же купили такие же, как мы. Не те, кто надо купил, может быть, да? Ну, а каким образом мы можем образовать путь от того, что требует практического воплощения и учета, во всяком случае, как минимум, к тому, кто, собственно, и призван это учитывать? Ведь мы же с вами не будем заниматься практической стороной этого дела, потому что мы этим никогда не занимались, этим занимаются другие люди. Как вы видите себе вот эту перспективу? Что мы будем создавать просто артефакты, с которыми будут знакомиться последующие поколения? Ну, не знаю, насчет следующих. Конечно, я пишу для современников, естественно, не думаю о будущих поколениях. И издатель, наверное, тоже издает эти книги в надежде на немедленное распространение этой литературы. То есть читатель, как говорилось, читатель почитывает, писатель пописывает. И все очень довольны. Поскольку доставляют, друг друга наслаждают. Ну, наслаждение от текста, да. Ну, конечно, дело все-таки не только в удовольствии, а и в поиске действительно истины, наверное. Конечно, автору важно все-таки прежде всего не то, чтобы выразить себя. Это уже не автобиография, не мемуары. А найти, ну, как говорится, истину, как я уже сказал. То есть какие-то действительно пути, пути движения дальнейшего движения в сфере постижения наших регионов, познания себя, познания своей культуры. И в поиске все-таки ресурсов этой культуры для дальнейшего движения, для идентификации самих себя. Вот мы говорили о том, писатели, кто там писатель, кто там философ. Понять это, наверное, автору важно. Но как России понять саму себя? Вот этот процесс, есть такое понятие симеозис, то есть производство значений, собственных значений, значений самих себя, он стихийно осуществляется. Осуществляется, да, вот в учреждении этих, в частности, в учреждении этих самых локальных текстов культуры. И в некоторых случаях власть обращает внимание на поиски этих филологов, какого-нибудь Барнауле, потому что власть тоже нужно оправдывать свое существование. Имидж регионов – это серьезное такое явление в избирательных компаниях, электоральных. Какой человек на земле, если губернатор идет, допустим, на выборы, или кандидат в губернатор этот новый, он обращается к каким-то экспертам, которые создают ему имидж. К сожалению, они в вашей книге не читают эти эксперты. Ну, я не знаю. А может быть и читают, если, допустим, кто-то в Крыму. Неплохо, если бы кто-нибудь из них откликнулся, из таких экспертов. Вот знаете, я на что обратил внимание. Вот смотрите, вы предложили совершенно очевидную альтернативу с крымским текстом. «Наследие Крыма», называется эта книга. Вот эта книга называется «Пушкин в Тавриде». Да, это «Ворник». Да, и она тоже затрагивает вопросы современной нашей жизни. Вот это «Пушкин, Таврида, Кимерия» книга. Вот, пожалуйста, подтверждение моей мысли. Крымский текст в русской литературе. Вот, значит, дом-музей Волошина, знаменитого поэта. Это тоже Крым, фактически, да? Да, редактор. Вот, смотрите, и только одна книга, о которой я в заключении нашей беседы хотел, чтобы вы рассказали, носит другое название. Это последняя ваша книга. И книга называется «Нашествие качеств». Видите, какой солидный, серьёзный труд. И «Россия как автоперевод». Это здесь вы предлагаете альтернативу, некий крымский текст, фактически. Чтобы привлечь внимание к определённой исторически обоснованной зависимости. Она не единственная в России, но это возможный вариант развития. Но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали вот об этой последней книге, поскольку она затрагивает всю целиком страну. Как в своём названии, так, вероятно, в своём содержании. Я её ещё, к сожалению, не читал. Ну, «Нашествие качеств. Россия как автоперевод». Мы вначале говорили о том, что петербургский текст, он насыщен не просто текстами, смыслами, а именно цитатами из другой культуры. В этой книге собраны все мои работы за последние, может быть, 10 лет, которые объединены темой перевода разных культурных смыслов на российскую почву. Один раз, вот, в журнале мировой политики «Космополис», мне предложили написать статью о переводной литературе. Я прочитал на эту тему несколько работ, материалы посмотрел в интернете, что именно у нас переводится, массовые жанры какие, философия, что больше, что именно из массовых жанров. И вот эта статья, работа над этой статьей, она привела к общему знаменателю определенное, значит, все поле этих наработок в данном смысле. Потому что я и до этого писал рецензии о многих книгах, которые переводятся у нас по заказу разных изданий, там, литературная газета, NGX Libris, там, русский журнал и какие-то другие книжные обозрения. Вообще у нас, естественно, после 90-е годы много чего интересного стало издаваться, переводиться. В этом плане особенность Москвы, что здесь, помимо огромных таких магазинов, там, Дом книги, там, Библиоглобус, возникли небольшие магазинчики интеллектуальной литературы. Самый первый магазин 19 октября, он как-то исчезнул, сейчас это магазин Фаланстер, может быть, самый интересный, где, как раз именно… Графоман тоже сейчас есть? Графоман, куда-то его перенесли, я пока не добрался. В Хуртицском подворье был. Да. А, ну, может быть, там остался, да. И вот там как-то можно сразу увидеть, что интересная интеллектуальная литература издается. Помню в магазине «Адмаргенен», который, к сожалению, тоже недавно закрылся, совсем недавно, я встретил поэта Парщикова, который учился в Америке, живет в Германии сейчас. И он… Он сначала учился в Литтенстудте в Москве, еще до Америки. Да, ну, да. Который успешно закончил. Ну, а потом он закончил Стэнфорд, да, еще, тоже успешно, да. Ну, в общем, у него есть чем сравнивать, и он мне сказал, что это лучший в мире книжный магазин. Адмарген? Да. На его вкус, да? Ну, на вкус, наверное, наличие литературы доступно ему. Ну, Фаланстер ничуть не хуже. Ну, он позже возник, да. Пожалуй, что не хуже, да. Ну, и в этой книге, помимо этой статьи, такой программной, я, ставшей главой из этой книги, я поместил и другие свои работы. Мы как-то не нашли в переработанном виде свое место, например, о киноязыке, о дженре мюзиклу, как он, значит, перевивается в России. То есть вы хотите сказать, что вы в какой-то степени попытались проанализировать те тенденции, которые исходят из кругов близких к управлению страной и которые предлагаются населению в виде тех или иных форм массовой культуры? Ну, не знаю, я не думаю, что правительство специально внедряет мюзикл, жанр мюзикла. Ну, он возник как бы сам. Не, ну, вы извините, но у нас существует соответствующее, значит, министерство там и прочее. И это тоже ведь правительство, да? Есть соответствующие организации, которые финансируются правительством, они могут носить название фондов там или каких-то союзов и прочего. Ну, вы и сам член союза, насколько я знаю. Вы, по-моему, член Московского союза литератора, да? Я член союза российских писателей. А, фонд союза российских писателей. С чем я вас поздравляю. То есть, фактически, это такая организация не может не финансироваться, так ведь, да? Да, конечно, может. Кто же ее финансирует? Кто же ее финансирует? Нашинские взносы. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. В данном случае, говорить о финансировании через членские связи – это шутка, наверное, да. Хотя она в советское время была совсем не шутливой. Так что… Это шутка. Ну, в советское время – да. Ну, сейчас другие формы, но мы сталкиваемся с массовой культурой, которая… Ну, почему вот, если вы заходите в крупный магазин, то вы видите рекламируемые те или иные произведения массовой культуры. Хотя вот магазин «Москва», например, рекламирует совсем не обязательно массовую литературу. И там есть… И они устраивают встречи с читателями и прочее. Рекламируется. Вот, например, недавно Мария Литвиновой книга о Шекспире, о том, кто был Шекспир, рекламировалась. Это совершенно не массовая литература. Хотя этим занимаются на уровне очень крупных систем магазинов. Ну, если подходить с точки зрения тиражей, то, может быть, это тоже вполне массовая… Как издать Шекспира? Его можно превратить тоже в элемент массовой литературы, соответствующей издав под упаковкой. И это не так уж плохо, наверное, и для массовой литературы, если он станет элементом массовой литературы Шекспир. Да. Достаточно неплохо. Ну, что вот, если вернуться к этой книге. Здесь у меня есть статья «Понимающий созерцатель». Здесь обозревается художественная жизнь Москвы. Которая тоже у нас ведь стала интенсивно контактировать с Западом. Особенно в 90-е годы это было характерно. Крупнейшие художники приехали, устраивались выставки. Потом как-то меньше стало этого. Потом это все перешло на коммерческую почву. Если первый раз… Это, наверное, все-таки они просто… Была интересна Россия как в 20-е годы для левых художников. Ну, сейчас коммерческий рейтинг. Да, да, да. Сейчас тут новые формы это приобрело. Появились ярмарки искусства современного. Артманеж, арт Москва. И художники, например, Кулик. Да, да, знаменитый. Известный, знаменитый Кулик. Который пошел в историю, став на четвереньки. И залавив по собачьи. Так вот он… Ну, возле Апанда он стоял. Да. Совершенно голый. На цепи. Значит, лавил на автомобиле и на охрану. То теперь это вполне… Ну, между прочим, очень хороший скульптор. Ну, и художник он довольно интересный. То теперь… Но вообще-то он теперь стал респектабельным художником. И более имидж у него респектабельный. То есть он… Это, наверное, с тех пор, как он сделал восковую скульптуру. Формирует. Курниковый. Ну, я думаю, что ему больше помогло с фирмой Абсолют. Взаимодействие. Да. Так что теперь ему достаточно капитала интеллектуального. Ну, и как такового, чтобы приобрести винзавод. И там организовать массу галерей, что, в общем-то, достаточно… Огромное. Я об этом взял. Прекрасно. Нет, в самом винзаводе. Это бывший винзавод. Там уже не производится. Нет. Ты там не был, да. Нет, нет. Я советую пойти на соревнованиях за Курским вокзалом. Целая территория винзавода превратилась… В галерею. В систему. Целую систему галерей. Да. Ну, это хорошо. Ну, это тоже цитата из Запада. Где, например, в Берлине бывший вокзал. Так вот стал огромным центром современного искусства. Хотя еще началось еще из Парижа. Марсе – это же тоже бывший вокзал. Так что вот об этом у меня в голове понимающий созерцатель. Здесь у меня есть такая статья «Евровидеопея» или «О фоносферных претворениях внутренней и внешней политики и возможности песенной харизмы России». То есть об участии. Ну, это… Она может быть статья… Это несколько отстала от достижений Димы Билана. Ну, вот об этом как бы начало разговора. Мюзикл «Котлован» для мюзикл «Строя» – это статья вот, значит, о русификации жанра мюзикла в России. Российская фестивализация на фоне мировой киноглобализации. Здесь о киноязыке, насколько он переводной, насколько он исконный сейчас. «Москва за нами, впереди Россия». Здесь об архитектурных проблемах Москвы, как закалялась визуальность здесь, значит, о том, как эта визуальность у нас проявляется в книжной продукции. Вот эти новые серии появились, книжные. Здесь у меня эссе «Три танкиста», известное тебе, ты его публиковал, да. Вот здесь оно вышло. «Языки и переводы европеизации». «Три танкиста» – это замечательное произведение. Только из-за одного, из-за трех танкистов стоит купить эту книгу. Спасибо. Есть, значит, глава «Языки и переводы европеизации». Ну, здесь о таких начинаниях, как, например, возрождение журнала «Вестники Европы», а в самом первом, довольно критический взгляд у меня на первый номер этого журнала, хотя, конечно же, это очень стал интересным журналом. «Футурный строй на островах смысла», здесь о том, как в современной российской фантастике, вот эта молодая вардейская, как я написал, идеология заговорила на языке братьев Стругацких. «Снегурочка» на блокпосту. – Здесь о безопасности нашего существования и постбезопасности. – Физического существования. – Да, физического, то есть… – Очень серьезный проблем. – Туризм, терроризм и так далее. Ну и всякие этические и организационные проблемы вокруг этого. Ну, об освоении космоса у меня глава, то есть о новой тоже туристической стадии этого, как мир вступает в это. – Это мир, и мы вступаем в это, как строим корабли теперь для космических туристов. Тропы катарсиса, поиски основного жанра культуры. – Здесь у меня речь о попытке, продолжая разговор о массовой культуре, но с точки зрения создания новых, уже целых жанров новых, в частности, опыт Акунина, который там попытался, ну, много чего, конечно, создал, изменил, ну, именно какие-то новые жанры, которые… – То есть Акунин как популяризатор западной литературы в российской среде? – Ну, не то чтобы литературы, но самых смыслов, да. – Ну да, самых смыслов. – Ну, здесь в этой книге также я веду речь о своих непосредственных контактах с Европой, участие в Конгрессе в Берлине, в Конгресс «Европа – наш общий дом», и весьма масштабное такое было действо в 2005 году. – Ну вот, Саша, я уже вижу, что вы устали перечислять. Я очень рекомендую тем, кто заинтересован в аналитике современного процесса российской культуры, такой объемной аналитики, которая касается процессов в культуре многоаспектно, я очень рекомендую приобрести, почитать вот эту вот книгу. И я прошу вас, поскольку уж вы обратились ко мне с просьбой написать рецензию на книгу, именно на эту книгу, то я прошу, чтобы вы мне ее и подарили вместе с дарцевой датписью. – Ну хорошо. – Можно это сделать, да? – Да, конечно. Ну, издательство «Товарищество научных изданий КМК» собирается выпустить следующую книгу мою, посвященную уже художественной литературе, поэтика «Предотвращение». Собственно, она как бы была одной книгой, но в итоге она как-то стала разрастаться, пришлось разбить ее на две части. Нет, ну это отдельная книга, и сама проблематика несколько иная. Литература сквозь просьбу культурологии, сквозь призму культурологии, так называется эта книга. Вообще-то у нас ведь наша критика изначально была не просто литературная, а культурологическая, хотя такого слова ведь культурологии не было тогда. – Билинский, он в полном смысле западного понимания литературоведения, он не был литературоведником. – У нас был всплеск литературной критики, но недавно вот я разговаривал с замечательным критиком моим, кстати, сокурсником по Литвинситуту, соучеником, точнее, Павлом Басинским. Он об этом, кстати, писал в своей повести «Московский пленник», как мы с ним взаимодействовали там слегка. Так вот он говорит, что критиков нет уже сейчас, все ушли куда-то, вот я с Немзером газетчиками стали, так он о себе говорит, там кто-то там вообще литературой. Ну, а что касается меня, то я вот стал культурологом, хотя ты отрицаешься, я не просто культуролог, но формально я сотрудник… – Я думал, что это какая-то новая область, что у тебя удалось нечто новое. – Сотрудник Российского института культурологии. Ну, все-таки на литературу я смотрю как с точки зрения культурологии. Не всегда может быть смысл в том, что не всегда я обращаю внимание на художественное качество литературы, а сквозь это пытаюсь социокультурной проблемой. – Я хотел бы сказать, что это нечто в заключении нашей беседы, что то, что ты создаешь – это как бы поэтика социального бессознательного, которая приводится уже в план сознания и больше уже не может нам бессознательно руководить. – Ну, может быть поэтика. А вот петербургский философ Тульчинский, который уже написал, кстати, рецензию про эту книгу, он назвал свою рецензию, как же он назвал, «Энциклопедия культурного месседжа». – Тоже, это красиво. – То есть здесь как бы обо всем… – Да. – То есть он написал, а заглавие не придумал. Я ему сам, честно сказать, подсказал, «Энциклопедия культурного состояния, может быть», а он говорит, «Нет». – Месседжа. – Спасибо, Саша, за беседу. – Ну, я, конечно, напишу. – Рад был, спасибо нашим телезрителям. Откликайтесь, пожалуйста, если среди вас есть культурологи, которые заинтересованы в процессе переведения этого в практическую плоскость, и те, кто занимаются данными вопросами, пожалуйста, обращайтесь. С вами было «Живое телевидение», ведущий программы «Букинг» Юрий Проскуряков. До свидания, до новых встреч. Вопросов не было, да, в живом эфире? – Да. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДВСКОЙ ВОДОБРОЖЕНismo